МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Здравствуйте. Глава государства поручил генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и министру внутренних дел Калмуханбету Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта Дениса Тена под особый контроль. Как отмечается в информационном сообщении на сайте Аккорды, Нурсултан Назарбаев указал обеспечить тщательное и объективное расследование. При этом руководство администрации президента будет держать ход расследования под постоянным контролем. Нурсултан Назарбаев позвонил родителям Дениса Тена и лично выразил свои искренние соболезнования. Об этом в интервью редакции Казинформ сообщил пресс-секретарь главы государства Айдос Укибай. Он отметил, что президент страны с глубокой скорбью и большим сожалению воспринял известие о трагической гибели фигуриста. Глава государства сказал, что безвременный уход из жизни Дениса это огромная невосполнимая потеря как для родных и близких, так и для всей страны. Высказав слова поддержки и сочувствия родителям фигуриста, президент Казахстана заверил их, что виновные в совершении этого преступления будут привлечены к ответственности. Накануне семье Дениса Тена была направлена телеграмма со словами поддержки от Нурсултана Назарбаева. Полиция Алматы задержала второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена. Им оказался уроженец Казалардинской области Арман Кудабергенов, 1994 года рождения. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента внутренних дел города Алматы Серик Кудебаев. Задержание проведено специально созданной следственно-оперативной группой в районе одной из школ микрорайона Аксай города Алматы. По данным ДВД, в августе 2013 года приговором ювенального суда Арман Кудабергенов был признан виновным в совершении грабежа. Тогда ему было 17 лет. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год без конфискации имущества. Его освободили из зала суда. Напомним, на розыск второго подозреваемого был ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных ДВД. Министерство внутренних дел благодарит всех неравнодушных людей, которые оказали содействие в раскрытии преступления. В настоящее время в рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз по уголовному делу. Как вы знаете, уголовное дело находится на контроле Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуре. И я думаю, мы сегодня основной задержали второго преступника. Теперь быстро проведем ряд следственных мероприятий и в дальнейшем дело будет направлено в суд. Во время допроса оба подозреваемых рассказали подробности инцидента. По словам арестованных, им нужны были деньги. Возникла мысль украсть зеркала. Во время кражи вышел хозяин машины. Произошла потасовка, в ходе которой один из них ударил спортсмена ножом. Задержанные также пояснили, они не знали, что напали на Дениса Тена. Оба подозреваемых признали свою вину. А тем временем вся страна обсуждает, как ход раскрытия дела по убийству у Дениса Тена, так и детали попытки его спасения. Хронику сегодняшнего дня восстановил Асхат Ниязов. Сегодняшний информационный день начался с события, которого ждали со вчерашнего дня. Прокуратура созвала брифинг, на котором объявила о задержании первоподозреваемого в убийстве чемпиона. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, проверкой показаний очевидцев и изучением записей камер наружного наблюдения на месте происшествия и прилегающей территории удалось установить личности подозреваемых. Задержан Киасов Нурлый Долгитбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбулской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. И он водворен в изолятор временного содержания. Затем в сети появилось видео, на котором видно, как задержанного в окружении полицейских и людей в масках с автоматами привели на место преступления для дачи показаний. Прохожие, понятное дело, не могли пройти мимо этого. Вот прямая съемка. Задержанный скрывает свое лицо. В Астане в это же время журналисты спрашивали вице-министра здравоохранения, почему Дениса после ранения не отвезли в ближайшую больницу, а в ту, которую ехать значительно дальше, теряя при этом драгоценное время. Во-первых, бригада скорой помощи руководствуется приказом управления здравоохранения, согласно которой экстренная хирургическая помощь оказывается в центральной городской клинической больнице. Приказ министерства здравоохранения есть о необходимости доставки в ближайшую клинику. Поэтому бригада расценила, что ближайшая клиника, которая будет готова оказать полный объем медицинской помощи, будет центральная городская клиническая больница. Тем временем в Алматы к дому, где жил Денис Тен, приехал министр культуры и спорта Аристамбек Мухамедиулы, как выяснилось, по особому поручению. Я секрет не могу скрыть, буквально, почему я спешил. Глава государства, Нурсан Айпшир сам позвонил его родителям и попросил меня, чтобы я соединил их. Это, конечно, было очень трогательно, что и глава государства к ним относится и бережно, с любовью, и всегда интересовался. Однако не совсем того министра ожидало увидеть сегодня общественность всей страны в Алматы. Все ждали комментария министра внутренних дел, но к этому часу пока перед прессой держали ответ только представители ДВД. Хочется отметить действительно проблему краж зеркал на территории города Алматы. Как я до этого говорил, у нас в данном направлении работа ведется. Работа ведется по лицам, которые скупают похищенные зеркала. С начала года привлечено 15 лиц к ответственности за скупку краденого чужого имущества, именно зеркал. Также в этом направлении, как я до этого говорил, работа проводится. Каждому зеркалу, к примеру, мы сотрудника полиции представить не можем, но в данном направлении работа проводится. На будущее, если вы столкнулись с такими моментами, что застали преступника в момент совершения преступления, не нужно его провоцировать на какие-то агрессивные действия. Тем более, в момент совершения преступления преступник испытывает адреналин и готов на многое, чтобы избежать уголовной ответственности. Весь день страна сегодня жила Денисом, хоть и самого Дениса в живых уже нет. В социальных сетях и вовсе фотографии и посты про Дениса застилают все остальное. У правоохранителя сейчас есть конкретный приказ найти всех причастных к убийству нашего фигуриста. Однако Дениса это, конечно же, не вернет. Но еще возможно остановить другие трагедии. Асхат Нязов, Сабина Таргаева и Аршинки Мельжан, Хабар 24, Астана, Алматы. Акция «Скорби» по фигуристу Денису Тену состоялась в Казаларде. В Ледовый дворец пришли представители спорта приоралья и жители города. Весть о трагической гибели Дениса Тена никого не оставила равнодушным. В памяти казалардинцев бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи остался не только как самый лучший фигурист Казахстана, но и как истинный патриот. Поклонники таланта Дениса Тена возложили цветы к его портрету, а группа юных фигуристов исполнила на льду выступление о памяти кумира миллионов казахстанцев. Мы сегодня собрались здесь почтить память Дениса Тену. Денис Тен был великий спортсмен. Мы скорбим. Это большая потеря для Казахстана. Сегодня собралось много людей в Казахстане, спортсмены, все. Мы чтим его и никогда не забудем. Инициаторами акции памяти Дениса Тенов-Костанаев выступили представители местного корейского этнокультурного объединения и областного дома дружбы. На центральную набережную Костаная пришли сотни жителей города. В память о фигуристе неравнодушные костанайцы зажгли свечи и выпустили в небо белые шары. Он был примером для молодежи. Есть яркие такие примеры, когда после его побед знаменательных молодежь, дети пошли заниматься фигурным катанием, спортом. Ведь мы знаем, что он занимался не только фигурным катанием, и плаванием, и тэквондо, и многими другими видами спорта. В связи с гибелью Дениса Тена в Астане отменяются праздничные мероприятия. Национальная компания «Астана-Экспо-2017» выражает соболезнования родным и близким фигуриста. И сообщает об отмене выступления популярных артистов российской эстрады 21 и 22 июля. Сегодня вечером в Атырау горел многоэтажный дом, расположенный по улице Молдогалиева. Пожарные на место происшествия прибыли оперативно и успели эвакуировать при помощи автолестницы 10 человек, в том числе семеро детей. Пострадавших от огня нет, но есть среди жильцов отравление угарным газом, констатировали врачи. В настоящее время все спасенные находятся под медицинским наблюдением. В настоящее время 14 человек спасены, из них семеро детей. В тушении пожара были задействованы 20 человек и 3 единицы спецтехники. Очередь на границе с Россией образовалась в Костанайской области. На участке транзитной магистрали в районе пункта пропуска Кайрак простаивают десятки грузовых автомобилей. По официальным данным, только за предыдущий месяц проходящий там транспортный трафик увеличился на 40%. Но это не единственная причина возникновения длинной очереди на границе. Мои коллеги продолжат тему. Километровые очереди в районе пограничного поста Кайрак – обычное явление. Многие грузовики везут в Россию из Южного Казахстана овощи, фрукты и другие продукты питания. По словам водителей, простаивают в очереди они по 7-8 часов. Водитель большегрузного автомобиля Вадим Шурыгин пересекает границу с Россией на этом участке в неделю по 2-3 раза. Мужчина сетует, очередь есть всегда и она не зависит от времени суток. Вот 16 часов простояли, вот ночью. Мы за ночь один раз продвижка была и все. Больше не было. И стояли всю ночь на одном месте. По официальным данным, проходящие через Кайрак транспортные и пассажирские потоки постоянно увеличиваются. Только за предыдущий месяц рост составил 40%. Но это не единственная причина возникновения длинной очереди на границе. Одна автомашина проходит наш пункт пропуска в течение 5-10 минут. Это с учетом транспортного контроля и досмотра машины. За сутки мы можем пропускать до 2000 автомобилей. К сожалению, сейчас держать пропускную способность на этом уровне не получается. Из-за реконструкции дороги на территории России мы вынуждены придерживать транспортный поток. Основные дорожные работы начались в апреле. Реконструкцию проводят с обеих сторон пункта пропуска Бугристая. Подъезд к пункту Бугристая будет выполнен из пяти полос движения. Каждая полоса движения будет отведена для определенного вида транспорта. Крайняя левая для легкового транспорта шириной 3,75 мм. Средняя полоса 3,75 мм шириной для автобусного движения. Крайняя правая полоса шириной 4 метра для грузового транспорта. Пока работы на этом участке не завершатся, автолюбители просят свой маршрут планировать заранее. Или по возможности выбирать другие пункты пропуска. В связи с тем, что мы реконструкцию проводим в достаточно сжатые сроки, для пользователей будет ряд ограничений. Будет производиться реверсивное движение по затрудненным участкам. Окачание строительства намечено на 15 ноября текущего года. Необходимость реконструкции дороги в районе пункта пропуска Бугристая, говорят специалисты, назрела еще лет пять назад. Когда трассу завершат, улучшится комфортность, а главное увеличится пропускная способность на границе соседних государств. Артем Грапов, Сергей Трахтенберг, Челябинская область, Россия, Хабар, 24. За последние 10 лет в Акмолинской области закрыли 4 детских дома. Все подопечные сейчас проживают в полноценных семьях. К примеру, только в одном Зерендинском районе под опеку взяли 116 детей. Они проживают в селах Баратай, Орта-Агаша и Кошкарбай. Патронатных семей собрал первый областной форум опекунов. Трое сыновей Ибраевых выросли и обзавелись своими семьями. Четыре года назад, когда родители решили взять однокровных Вику, Женю и Ваню, безоговорочно поддержали благое дело. Старшие дети помогали во всем, даже организовали домашнюю школу. Вместе учили казахский язык, литературу, историю страны, обычаи, традиции и национальные игры. Мои птенчики Виктория, Евгений и Иван приняли решение носить казахские имена и сами их выбрали. Айгирим, Ерхан и Олжас. Конечно, воспитание – процесс сложный. Мы с мужем для них и родители, и учителя. Однажды, увидев их в Акольском детском доме, в сердце появилось глубокое чувство. Мы поняли, что все трое – наши дети. Гульнар признаётся, было нелегко в самом начале. Порой трудно было справляться с их гиперактивностью. Но эти ребята быстро адаптировались к новым условиям. Я маму свою очень люблю. Мамочка научила меня многое делать по хозяйству. Я уже и готовить умею. Смотрю за своими братиками. А ещё люблю сего Борота и стихи Абая. Я знаю наизусть 40 его произведений. Этот форум – шанс для будущих приёмных родителей ещё раз узнать правила, механизмы усыновления и получить практическую консультацию. Идёт государственная поддержка детей, принятых в приёмную семью. С 2017 года у нас введена новая форма – приёмная семья, где выплачивается заработная плата обоим родителям, принявших детей в семью именно из детских домов. И количество детей определено от 4 до 10 человек в этой семье могут воспитываться. У нас в Казахстане очень много сирот. И мы с семьёй давно уже решили, пришли к одному выводу, что мы хотим усыновить ребёнка. Ну, у меня план – усыновить, если получится, сразу двоих. Любим, обожаем. Ну, надеюсь, это любовь. Моя любовь хватит и на родных, и на приёмных детей. Представители Министерства образования и науки отмечают, что в Казахстане заметно сократилось число детских домов. Сейчас их 126. Под опекой государства находятся более 5000 детей, оставшихся без попечения родителей. Бадина Смоголова, Анатолий Поляна, Якмулинская область, Хабар-24. Библиотеки должны стать современными центрами знаний и местом притяжения молодёжи, поэтому их нужно модернизировать. А книжный фонд перевести в электронный формат. Такое мнение высказал первый заместитель председателя партии Нуратан Маулин Ашимбаев во время презентации в Шимкенте современного каворкинг-центра. Во время рабочей поездки по третьему мегаполису страны Маулин Ашимбаев также ознакомился с работой IT-центра и реализацией партийных проектов. Зампредседателя также принял участие в конференции шимкентского городского филиала партии. Десятилетняя Анель проводит в этом центре почти всё свободное время. Здесь она читает книги и общается со сверстниками. Мне здесь очень нравится. Мы читаем сказки и легенды. Сюда приходит много людей. С некоторыми я уже подружилась. Каворкинг-центр открылся на базе областной универсальной научной библиотеки. Обычное книгохранилище трансформировалось в центр знаний, где инициативная молодёжь проводит деловые встречи и тренинги. Теперь предстоит перевести книжный фонд в электронный формат. Для молодых предпринимателей, особенно для фрилансеров, которые только-только начинают свой бизнес, для стартаперов, каворкинг-центр – это идеальное место для того, чтобы иметь собственный офис. Мы инициировали проект по модернизации казахстанских библиотектов. Для этого мы предложили создать здесь современные центры, каворкинг-центр так называемый, чтобы сюда молодёжь приходила, чтобы здесь проходили какие-то семинары, дискуссии, какие-то обсуждения. В местном IT-центре, где готовят учителей информатики для региона, за три года планируется обучить 120 специалистов, чтобы педагоги давали знания детям по 3D-моделированию и робототехнике. Всего по республике откроют 20 IT-центров и тысячу бесплатных IT-классов. Это мой первый робот – это робот-танк, который преодолевает любые препятствия. Второй – умный, он препятствия объезжает. Ключевым событием рабочей поездки Маулина Шымбаева в Шымкен стало участие в конференции городского филиала партии «Нуратан». Обсуждались вопросы модернизации партии, усиления общественного контроля за реализацией пяти социальных инициатив президента. Кроме того, был выбран новый председатель филиала. Наталья Атсен, Нурмахабик Муратов, Шымкен, Хабар, 24. Борьба за медали. Большая группа казахстанских тайквондистов прибыла на южнокорейский остров Чеджу. Там проходит международный турнир по тайквондо. На родину этого вида спорта съехались лучшие спортсмены планеты. За выступлением казахстанцев на чемпионате следит наш собственный корреспондент в Южной Корее Владислав Цой. Международный чемпионат по тайквондо на острове Чеджу в Южной Корее собрал больше 2,5 тысячи спортсменов из 60 стран мира. Казахстанская команда на турнире вторая по численности. Нашу страну представляет 97 тайквондистов. Больше всего иностранных спортсменов приехало из Тайваня – 138. Но еще больше на турнире хозяев чемпионата – 500 человек. Это и члены национальной сборной и представители различных спортшкол и университетов. Так как родина тайквондо – Корея, то, думаю, самые сильные спортсмены – корейцы. В легком весе в лидерах в основном азиатские страны, а в среднем – европейские. Баллы, полученные на этих соревнованиях, помогут спортсменам попасть на азиатские игры. Национальную сборную Казахстана представляют по пять представителей мужской и женской команд. Сегодня из Бергенова Айнур не смогла пробиться в финальную стадию соревнований. В весовой категории 49 килограммов она проиграла Мадине Маноповой из Узбекистана. Еще один представитель сборной – Ельдос Эсхак. В весовой категории 58 килограммов проиграл южнокореецу Чо. У нас предстоят азиатские игры в августе вместе в Индонезии. И этот турнир как бы последний, чтобы посмотреть, как спортсмены готовы, над чем еще нужно поработать. Потому что после этих соревнований у нас будет учебный тренировочный сбор здесь в Корее, после чего мы уже поедем на азиатские игры. Лучший результат среди казахстанцев показала представитель астанинской школы тейквондо Айнагуль Батыр. Она победила сначала японку Ассуну, затем малазийку Субраманьям. И лишь в четверть финале уступила чемпионке мира южнокореянке Сим. На международных соревнованиях в этом году я заняла первое место на турнире в Дубае. В Украине стала третьей. Конечно, всегда надеюсь выйти в финал. Сегодня немножко не хватило. На чемпионате Казахстана Айнагуль заняла третье место, поэтому пока не будет представлять нашу страну на азиатских играх. Зато благодаря сегодняшним победам в мировом рейтинге в весе 49 килограммов она поднялась сразу на 10 позиций и стала 81-й. Шансы на медали чемпионата Корея Оупен сохраняют еще 8 представителей казахстанской сборной. Среди фаворитов участница Олимпиады в Рио Женсель Денис и серебряный призер чемпионата Азии этого года Руслан Жапаров. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. На этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин